Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Вы смотрите программу «Азбука фидерной ловли» и с вами ее ведущий Олег Квициния. Сегодня выдался прекрасный вечер за моей спиной река. Сегодня я планирую порыбачить, но специфика и условия таковы, что мне необходимо в прикормку добавить немного каши, специальной рыболовной каши. Вы часто задаете мне вопросы о том, нужна ли каша или не нужна, какая она может быть, как ее добавлять и так далее. Поэтому сегодняшнюю нашу программу я решил посвятить именно этим вопросам. Каша – это кормовой компонент, то есть это тот компонент в прикормке, который рыбу насыщает. Все мы знаем, что такая рыба, как лещ, сазан или карась – это рыба стальная. И когда она проходит мимо вашего стола, она обращает на него внимание, и ваша задача – как можно дольше эту рыбу там задержать. И поэтому крупная фракция, которой насыщена ваша прикормка, она эту рыбу задерживает. И вы успеваете ловить 2, 3, 4, 5 рыбек. Каша как раз-таки является этой крупной фракцией, и она положительно работает и задерживает рыбу на точке. Кроме того, когда еще нужна каша? Когда мы ловим на течении? Струя вымывает и уносит с собой мелкие частички прикормки. Это панировочные сухари, различные бисквиты и тому подобные добавки. Но каша сама по себе, являясь крупной фракцией, она достаточно тяжелая. Поэтому она остается на той точке, которую вы кормите, и создает там кормовое пятно. В принципе, все кажется логичным, и видятся одни плюсы от использования каши. Но по своей практике я вам могу сказать, что есть и минусы. Минусы в том, что каша киснет. И использование каши оправдано только в тех условиях, когда мы ловим, как правило, на проточных водоемах. Если мы ловим на водоемах стоячих, типа озер, прудов, и мы ловим летом, то каша, как вы знаете, она закисает. И таким образом она убивает точку. Естественно, тут надо просто включать здравый смысл и понимать, что если мы хотим ловить рыбу, и мы это делаем на реке, где есть сильное течение, где есть много крупной рыбы, то кашей, как говорится, дело не испортишь. Если мы ловим на стоячих водоемах, то, может быть, на это кормовое пятно с крупной фракцией приплывет какая-то рыба, но если каша закиснет, все, на этой точке рыбы у вас не будет. Она вашей кашей насыщается. И, соответственно, если вы не контролируете подачу каши, рыба может насытиться, и она будет попросту игнорировать вашу приманку. Такое бывает тоже часто. В принципе, это вот те основные логические моменты, которые надо знать, и их надо просто осознавать и применять кашу в тех условиях, в которых она будет работать на вас, а не против вас. Ну что ж, а за мной сегодня река, поэтому использование каши здесь более чем оправдано. Какие крупы лучше всего годятся для того, чтобы делать кашу для фидера? В первую очередь, что приходит на ум, это пшенная каша. Она желтая, такая достаточно маленькая, тяжелая, и за счет своего цвета привлекает внимание. Вторая каша, это каша перловая, которую мы используем с самого детства. Мы на нее ловим, как на насадку, используем при кормке, как при ваду. То есть каша достаточно универсальная, всем знакомая, крупная фракция, хорошо удерживает рыбу активную на точке за счет своего размера, и за счет того, что она светлая, также выделяется на контрастном пятне, на дне, и привлекает также рыбу. Еще одной крупой, которая интересна для такой рыбы, как лещ, ясь и тому подобное, это горох. Ну, гороховой крупы я не знаю, есть просто горох, он готовится определенным образом, я вам сегодня тоже покажу, как я это делаю, добавляется в прикормку, причем он может добавляться как в основу прикормки, так и добавляться пробками, подаваться на стол небольшими объемами, для того, чтобы там концентрировать рыбу. С чего хочется начать? У меня вот здесь передо мной стоят несколько баночек, в которых у меня уже заготовлена крупа. Начну я с гороха, покажу вам, как я его подготавливаю. Горох может подаваться в кашу в двух состояниях. Первое состояние – это пюре. Оно добавляется непосредственно сразу в прикормку, так как фактически это влагосодержащий субстрат. На этом пюре можно замешивать свою прикормку. Но у меня не стоит задачи, чтобы моя прикормка пахла горохом. Мне стоит задача, чтобы у меня просто была крупная фракция, которая будет удерживать рыбу на точке. Поэтому у меня, кроме всего прочего, есть с собой такое вот ведро. На ведре есть сито. Это сито 4 мм. И чего оно нужно? Нужно оно для того, чтобы калибровать горох. У меня есть разваренный горох. Как понять, что горох уже готов? На него необходимо надавить, и он начинает у вас в руках дробиться. Дальше мы берем наш горох, высыпаем его на сито. Сито 4 мм. И дальше нам нужна некая такая баночка, которой мы будем этот горох продавливать через сито, чтобы этот горох нарубался по 4 мм. То есть он продавливается через сито 4 мм, нарубается аккуратными кусочками по 4 мм. Для этого я беру банку с ароматикой или любую другую жесткую поверхность. И начинаю ей продавливать наш горох. Ну вот, будем считать, что я горох протер. Мне не нужно, очень много его. Теперь внимание, что получилось. Получается вот такая вот красивая вырубка из гороха. Он не так сильно насыщает рыбу, потому что нет таких больших лепешек на дне. А вот такой горошек, он очень красивый, хорошо очень подается пробочками на дно. Или можно его в основном составе на леща, на езя, на карпа, на сазана замешать, и он будет очень кстати. Как я уже сказал, горох я буду подавать пробками. Но в основную прикормку я обязательно добавлю следующий компонент, который я подготовил. Отдельно также дома я сварил. К эту кашу, крупу, пшенная крупа. Вот она выглядит так. Как вообще мы все это готовим? Готовим мы эту крупу как для себя. Добавляем ложку столового сахара, добавляем ложечку чайной соли. Если хотим, добавляем ванилина по вкусу или чесночка, кому как нравится. Сама по себе эта фракция средняя. Она яркая, желтая. Она лежит контрастом на кормовом пятне, особенно если это пятно черное. И привлекает рыбу. Рыба так частичка за частичкой, как курочка, клюет по семечке. В принципе, интересуется, также держится на точке. И потом заглатывает нашу приманку. Что касается по тому количеству, по которому есть смысл вообще эту кашу добавлять в прикормку. Тут моменты очень сильно индивидуальны. Каждый может по-своему это мыслить. Кто-то может добавлять вообще одной каши и немножко прикормки. Я добавляю наоборот прикормку и в нее как компонент каши. И на один килограмм прикормки я добавляю, допустим, небольшую такую жманку каши. То есть, грубо говоря, вот у меня будет сегодня два килограмма прикормочной смеси. Я беру раз жманочку в ведро и два жманочку. Все. Ну и, как я уже говорил, я подготовил сегодня немножко перловой каши. Перловую кашу я специально подготовил в термосе для того, чтобы продемонстрировать вам еще один способ возможный приготовления каши. берется крутой кипяток, засыпается нужное количество каши в термос и, соответственно, заливается. С утра у вас каша распаривается и она готова к применению. Что необходимо сделать? В первую очередь необходимо слить лишнюю воду. берем, видим, что каша у нас распарилась. Как понять? Опять же, мы берем семечко и сжимаем его. Семечко отлично сжимается, пружинит, значит, оно набрало в себя нужную влагу. Рыба сможет ее спокойно кушать. Идея, я от скуки ее могу кушать в принципе тоже. Каша готова. Я добавлю небольшую жманку одну. Ну, вот, наверное, вот столько вот. Все, этого хватит. Два килограмма прикормки будут у меня изобиловать большим количеством крупных и светлых частиц. Но все остальное можно использовать как насадку и чуть попозже добавлять эту кашу пробками, если рыба будет действительно хорошо на нее реагировать. И последний важный момент. У меня есть прикормка и непосредственно я добавляю ее в ведро. В ведре у меня уже приготовлена каша. Почему так? Потому что каша, она так или иначе, она влажная. Потому что мы ее приготовили, она у нас запаривалась в термосе, так или иначе, она влажная. Поэтому для того, чтобы эту влагу впитать, вытащить из этой каши и увлажнить ей прикормку, необходимо, чтобы прикормка была сухая. Вот можно обратить внимание, что моя прикормка, она обволакивает эту кашу, забирает у нее влагу. И после того, как уже влага с каши распределяется по прикормке, после этого уже можно начать увлажнять, доводить до готовности и спокойно ловить рыбу. Ну что ж, друзья, на этом наша программа подходит к концу, а моя рыбалка только начинается. Надеюсь, вам было интересно и самое главное полезно. Вы смотрели программу азбука фидерной ловли, и с вами был ее ведущий Олег Квицинья. До скорых встреч, друзья! Пока!